Привет! Вы на канале Оружейного квартала Кварта, а мы в Парке Патриот, где сегодня проходит первый этап красной серии соревнований по тактическому снайпингу «Универсальный стрелок». Мы давно занимаемся снайпингом, тренируемся, но эти соревнования для нас в новинку. Первый раз мы вместе с вами посмотрим, что такое тактический снайпинг, увидим, как стреляют профессионалы своего дела и сами попробуем пострелять вместе с ними. Что из этого получится, вы увидите далее. В одном из предыдущих роликов вы могли видеть, какая у меня винтовка. Чезет 557 Эклипс в калибре 308 Винчестер. И именно с этой винтовкой сегодня мы будем выступать на этих соревнованиях. Посмотрим, насколько она для них пригодна, посмотрим, какая получилась сборка и проверим ее в деле. В прошлый раз я говорил, что она не совсем пригодна для снайпинга, и при выборе винтовки я совершил ряд ошибок. Подтвердится ли это сегодня? Давайте узнаем вместе. Итак, прошел первый организационный этап. Мы зарегистрировались с товарищем на матч. Нам выдали номера. Мой номер 32. Всего в соревнованиях участвует порядка 40 стрелков. Посмотрим, кто будет лучше. Отстреляли самое первое упражнение. Все в попыхах. Все новое, необычное. Скорее всего, налажали в нем дико. Ждем результаты, посмотрим. Но, судя по моим ощущениям, надо корректировать вкладку. Надо работать со спуском. Надо входить в режим соревнований. Адреналин зашкаливает. Все новое. Давайте ко второму упражнению. Будем работать. Не понятно, что за результат. Посмотрим. Внимание. Внимание. Акцент треть. Четвертый здесь нет. Три вряда. Только положение здесь стрельбы стоя. Тридцать девят. 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 Второе упражнение. Два стрелка готовятся. Ждем своей очереди. Время подготовки закончилось. Сложно очень передать эмоции. Там до сих пор продолжают стрелять упражнения. Короткое, 100 метров. В статике стреляешь, попрыгаешь. Никаких проблем. Здесь 30 секунд на упражнение. Как это стрелять? Совершенно непонятно. Ну, пока. Пока лажаем. Там посмотрим, что будет дальше. На самом деле, очень сложно сказать, как к этому можно подготовиться. То, что мы стреляем на полигоне, то, как мы попадаем в мишени, в статичную обстановку, спокойной, медленной, с большим временем на подготовку. На полигоне не работает на соревнованиях. Это самое главное. Все происходит очень быстро, очень динамично. Я не знаю даже, что сказать. Подготовка 60 секунд. Общий на сквот. Положение на стрелку скорое. Время на стрелку 60 секунд. Винтовки тяжелые. Видно, что стрелку тяжело. И стреляют. Казалось бы, надо попасть в лист А4 на 100 метров. Но с тяжелой винтовкой это довольно сложно. Сбалансировать ее не просто. Сбалансировать ее. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сложность этих тренировок, этих упражнений, этих соревнований В очень динамичных упражнениях Нам не дают передохнуть Упражнения, 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 упражнения Время на стрельбу короткое, время на подготовку короткое И ты не успеваешь расслабиться Ты постоянно в каком-то напряжении, на каком-то адреналине С одной стороны, это очень круто и необычно А с другой стороны, это просто мешает стрелять На самом деле, дистанции-то небольшие Ну, задача просто под дистанцию Если вы говорите о том, что надо тренить, надо тренировать На 300 метров пути Да, два из трех Одно, два, три Результаты где-то что-то посмотреть можно? Полупражнения Результаты были, но записывали А когда результаты-то, в общем, будут? Ну, так Как я в этом, что диска коллеги почитают Можно будет посмотреть после этого Давай, идем смотреть промежуточный результат Ну, как это стрелять? Я успел сфотографировать Если на камеру будет видно В целом, можно показать Четыре выстрела Вот как-то так Вообще Да как? Да ты посмотри Ну, результаты быстро посмотреть не дают Где-то чуть-чуть не хватило Два из трех попадания Три из четырех Капельку Обидно Вот эти карты красные, которые стоят И вы видите Это 300 метров По ним нужно будет стрелять В статике это несложно А вот в такой динамике Это уже вопрос Количество выстрелов до шести Максимальный количества очков нет Время на подготовку 60 секунд Общий на скорую Время на стрельбу 30 секунд Положение на стрельбу лёжа Стартовой позиции лёжа Положение оружия номер два Углобезопасность Веснилась в тесно-краске без наталья Вертикальная Старт звукового сигнала Процедура выполнения По звуковому сигналу Поразим максимальное количество целей Окачание звукового сигнала Допустимы оборудование Любые мешки в любом количестве Подсчёт очков Хит-фактор Для зачёта цель должна быть разрушена Или иметь проволенную полного диаметра Штраф выстрел по второму звуковому сигналу Ноль очков за упражнение Один пишет звуковое положение Следующее упражнение Стреляем по маленьким Двухсантиметровым Епенопластовым яйцам Закончил всё время подготовку Цель очень маленькая Давайте пробовать Крупнее Дорогие Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мандраж, скорость и желание поразить все цели сыграло дурную шутку. Ни одна цель не поражена. Очень грустно, но есть над чем работать. В целом из всех стрелков, насколько я понял, только три или даже два стрелка поразили все два яйца. Кто-то двумя, кто-то тремя, кто-то четырьмя выстрелами. В основном то, что я видел в прицел, из всей этой группы мишеней только один номер поразил два яйца. Все остальные мишени были не тронуты. У людей крутые винтовки, у людей крутые патроны, крутые прицельные комплексы. Однако это не убирает мандраж и адреналин. С этим не сделать ничего. Тренировки, спокойствие. И только таким образом можно убивать эти чертовы яйца. Красная карточка. Модуль 2. Дистанция 300 метров. Цели. Карточка размера 5,5 на 80,5 сантиметра. 287 очков. Наличие очков. Один. Синальное количество очков. Время на подготовку 60 секунд. Время на стрельбу 30 секунд. Положение стрельбы лёжа. Стартная позиция лёжа. Положение оружия номер два. В ходе безопасности у смены в днестиграции в горизонтали и вертикали. Стартный звуковой сигнал. Процедура выполнения. Звуковой сигнал. Прозит цель. Окончание звукового сигнала. Выпустимое оборудование. Любые мешки. Выпустимое оборудование. Почет очков. Дефактор. Страху. Выпустимое оборудование. Положение сигналы. Ноль окружение. Прозит цель. Прозит цель. Два пятьдесят четыре. Инфигма. Прозит цель. Продолжение следует... Продолжение следует... Пробъemitация. Продолжение следует... Сходили на 300 метров, посмотрели стрельбу по красным кредитным карточкам. Чудо не случилось. Бумага закончилась, начинаем стрелять по гонгам. Сейчас будет упражнение виселица. Посмотрим, что получится. А другой сквот параллельно стреляет в другое упражнение. Давайте начинать. Если кто пойдет, то вылезет это. Тромок. Тромок. Внимание. Тромок. 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 Принтовка. Магазин. Он неотъемный. Он неотъемный. Зарядить Итак Приготовиться Стрелок готов? Готов Внимание Винтовку на Давайте произведем перезарядку Оставляем Положение в таком 4,92 А, у нас же нет Да, да, да Да нет, зачем? Права! И на предохранитель Есть Стрелок готов? Нет Где этот гон? Готов Внимание Да, она разряжена Прибыл Да, сейчас я его так найду И Расписаться в протоколе за результатом Да, хорошо Следующий участник приглашает Участник Участник номер 33 Ну что ж Стреляли мы очередное упражнение Называлось оно Висельник Джо Я думаю Вы сами догадаетесь Почему Но если вкратце Веревка свисающая с потолка И небольшая трапеция Задача стрелка Одной рукой Зафиксировав винтовку на трапеции Которая, конечно, качается И не дает этого сделать Поразить гонг Диаметром 20 сантиметров На 300 метров На самом деле Поражение 20-ти сантиметрового гонга На 300 метров Задача совершенно реальная Но не в таких условиях Винтовка тяжелая Винтовка качается Стабилизировать ее Крайне сложно Пытаешься поймать что-то на дыхании Делаешь выстрел И промахиваешься Здесь, наверное, уже даже Не обидно Просто какая-то усталость И, наверное, сказывается Восьмичасовая дорога Ночью из Питера Бессонная А еще впереди Три упражнения Но мы не отчаиваемся Мы здесь настреляли ноль Но мы знаем К чему стремиться Поехали дальше К чему не надо К чему не надо Иди Прома 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 Внимание! 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 Время 17.05! Внимание! 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 Отстреляли еще одно упражнение, которое сначала подарило нам надежду, но закончилось, как и все остальные. Немножко физической нагрузки. Три разных положения, сидя и два стоя. 30-сантиметровый гонг на 300 метров. Вроде бы ничего страшного, но стоя очень тяжело. Первую позицию за 20 секунд, сидя с колена, поразил первым выстрелом. Обрадовался. Наконец-то хоть какое-то попадание. За все эти соревнования. А вот другие две позиции стоя промазал. Ничего страшного, будем тренироваться. Нам все нравится. Пробу просто приложить, он скатывается, естественно. Типа ты его удерживаешь? Я уже здесь здесь делаю. Как хочешь. Ну, может быть, я еду. Это будет долго и грустно. Все. Субтитры сделал DimaTorzok Закончил я выполнение упражнения «Елка». Интересное упражнение. Металлическая конструкция в форме елочки. Шесть выстрелов по одному с переносом на каждую отдельную позицию с подъемом вертикаль по елке. 20-сантиметровый гонг на 300 метров. Не очень удобное самое нижнее положение. Но беда не в этом. Уставший я словил процедурный штраф. Я дослал патрон в патронник, не заняв очередную позицию. Zero за это упражнение. Но опыт, безусловно, интересный. А в финале у нас Массада. Да, на уши. Чего ты? Ну, а лага навесу. Не, это правда. Не, это правда. Массада. Одного. potоп Uh да по уровню. Что это сегодня? Вы всё знаете, я história гораздо От «әс, cy howling» И вы все видите. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 Добавил субтитры DimaTorzok 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 дальше, совершенствоваться. И на следующих соревнованиях покажем результат лучший. По крайней мере, мы на это надеемся. Вот и подошел к концу первый матч красной серии универсального стрелка. Организаторы подвели свои итоги и наградили победителей. Мы, в свою очередь, подведем итоги нашей поездки. Какие выводы мы можем сделать из того, что мы здесь сегодня увидели? Тренировки. Мы должны больше и больше тренироваться. Стреляя в Питере статику, попадая на 300 метров, 10-сантиметровый маленький гонг, стреляя на 400, 500, 700 метров в статике, давая стабильный результат, совершенно не значит, что мы сможем повторить то же самое на таких соревнованиях. Дистанции были короткие, упражнения были понятные. Однако, большое количество адреналина, новый полигон, новые для нас условия, быстрая-быстрая смена упражнений, сумасшедшая динамика вкупе с крутой организацией, конечно, не позволили нам полноценно реализовать свои навыки. Точнее, не совсем не позволили. Эти соревнования опустили нас до уровня как раз-таки наших реальных навыков. И теперь мы понимаем, где нужно сделать упор, какие упражнения тренировать, на чем сделать акцент, чтобы в следующий раз показать результаты значительно лучше. Расстроен ли я? Наверное, нет. Я не скажу, что я полностью доволен своей стрельбой, но я доволен этими соревнованиями. Большое спасибо организаторам, большое спасибо участникам. Это был приятный и, самое главное, очень полезный опыт, который в дальнейшем поможет мне совершенствоваться. Мне и всем остальным участникам подобных соревнований. Будем рады готовить для вас подобное видео в будущем, ездить на подобные соревнования. Включайтесь и вы в эту движуху, начинайте стрелять, выезжайте на соревнования, достигайте успеха и приходите к нам в Оружейный квартал. Мы всех вас ждем. Пока!